Трейдерский захват бензина. Трейдерский захват бензина ФАС обвиняет Солид в прошлогоднем росте цен. 2. Газета «Коммерсант» номер 28 от 15 февраля 2019 года, СТР. 1. Федеральная антимонопольная служба, ФАС, возложила ответственность за рост цен на бензин в 2018 году на крупнейшего биржевого трейдера Солид товарные рынки, заподозрив его в картельном сговоре с ООО «Аойл». В прошлом году подобные обвинения в адрес Солида уже звучали со стороны Роснефти. Как выяснил твердый знак, владельцем «Аойл» является бывший менеджер Солида, но компании связь отрицают. Источники твердый знак констатируют, что помимо конфликта с Роснефтью у Солида сложные отношения с регулятором и опасаются антимонопольных дел против других участников рынка. ФАС возбудила дело о картельном сговоре между нефтетрейдерами ООО «Солид товарные рынки» и ООО «Аойл» на биржевых торгах на бирже СПБ МТСБ, сообщил регулятор. Служба заподозрила трейдеров в манипулировании рынком при торгах бензином. Их действия могли оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году – 11,2%, по данным Росстата. ФАС от дополнительных комментариев отказались. Согласно данным биржи, в первой половине 2018 года как Солид, так и ООО «Аойл» наращивали объемы торгов нефтепродуктами. В мае прошлого года Солид даже занял второе место по объемам торгов после Роснефти. В мае рекордные обороты показывали ООО «Аойл» 97,6 тысячи тонн, или 3,4 миллиарда рублей. По заключенным сделкам. Именно на май пришелся пик роста оптовых цен на топливо, после чего с июня правительство РФ по договоренности с нефтекомпаниями заморозило цены на АЗС. С осени ООО «Аойл» начал снижать объем торгов до 14 тысяч и 4 тысячи тонн в ноябре и декабре соответственно. Почему независимые АЗС теряют клиентов? В обеих компаниях отвергают претензии ФАС и ждут разъяснений. Гендиректор Солид товарные рынки Илья Мороз сказал твердый знак, что ООО «Аойл» является клиентом трейдера, затруднившись назвать объем взаимных сделок. Солид в своем заявлении отметил, что в 2018 году ФАС уже проводила проверку компании, которая нарушения не выявила. Владелец и гендиректор ООО «Аойл» Михаил Матюшов сообщил твердый знак, что в прошлом году ФАС приходилась проверкой в его компанию, но также не нашла никаких нарушений. Впрочем, господин Матюшов отказался называть предмет проверки. «Мы заинтересованы в расследовании и готовы оказывать содействие, потому что ничего не нарушали», – заверил он. Господин Матюшов подтвердил твердый знак, что до 2017 года работал в Солиде, отвечая за закупки нефтепродуктов на внебиржевом рынке, и в том же году стал владельцем ООО «Аойл». Два собеседника твердый знак в отрасли утверждают, что на рынке все знают, что ООО «Аойл» действует заодно с Солидом. Однако источники твердый знак указывают, что так или иначе все участники рынка нарушают какие-то правила и, если кому-то надо найти нарушения, они найдутся. Илья Мороз неоднократно обвинял крупные нефтяные компании в манипулировании биржевыми ценами, а в прошлом году у Солида произошел конфликт с Роснефтью. Роснефть в ноябре 2018 года в знак протеста против перекупщиков временно вовсе перестала продавать нефтепродукты на бирже. В заявлении Роснефти отдельно указывалось, что Солид и аффилированные с ним структуры получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах. Источники твердый знак также говорили, что у Солида сложились сложные отношения с ФАС. Несколько источников твердый знак опасаются, что нынешнее дело может иметь тяжелые последствия для Солида, а под подозрение ФАС могут подпасть и другие игроки. Глава юридической компании NP-Advice Наталья Пантюхина замечает, что за картельный сговор компании по общему правилу грозит оборотный штраф от 3% до 15% выручки. Штраф конкретно за картель на торгах путем повышения цен может составить 10-50% от начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рубль, говорит юрист. В ряде случаев картель может привести к уголовному наказанию, если будет возбуждено дело по СТ-178 УК РФ. Однако следствию нужно будет доказать наличие крупного ущерба, не менее 10 миллионов рублей, или извлечение в результате картеля крупного дохода, от 50 миллионов рублей. Дмитрий Козлов. Почему Роснефть обвинила в росте цен независимые АЗС? В октябре прошлого года Роснефть обвинила ряд независимых АЗС в ухудшении ситуации на топливном рынке и призвала правительство распространять достигнутые договоренности по стабилизации и на этих игроков. Так в компании ответили на жалобы независимых продавцов топлива в правительство на рост топтовых цен, на фоне чего они, в отличие от крупных нефтекомпаний, повышали розничные цены на заправках. Читать далее. Продолжение следует.